Всем привет, добро пожаловать на канал Невроза Мегаполиса, меня зовут Алексей Красиков, и в этом небольшом видео я покажу вам очень важную информацию о мотивации к терапии неврозов, особенно на первом базовом этапе. Поэтому, если вы новичок, обязательно досмотрите это видео до конца. Оно будет очень мотивирующим и ставящим вас перед определенным выбором. Я вас прошу, посмотрите его до конца, и вы поймете, о чем я говорю. Это фрагмент из базового курса, который называется Сезон. Это второе или третье занятие, я не помню, но я специально его вырезал для того, чтобы показать всем своим зрителям. Посмотрите это внимательно. Если вы находитесь в состоянии панических атак, страхов, депрессий, или вы начинаете только изучать когнитивную терапию, обязательно посмотрите это. И вы поймете, о чем говорит когнитивная терапия, но самое забавное, что вы поймете о том, какой выбор вы делаете каждый день, и что стоит за этим выбором. Поэтому посмотрите, пожалуйста, внимательно, и я надеюсь, вам это видео понравится. Если оно понравится, ставьте лайки или дизлайки, это важно, комментируйте, в комментариях пишите о том, что вы думаете по этому поводу. Проще говоря, приятного просмотра, фрагмент седьмого сезона, вашему вниманию. Поехали! Поэтому то же самое касается паники, то же самое касается тревоги. Я могу вам показать, как вы себя тревожите, как вы себя доводите до паники. То, что вы, естественно, называете «меня накрыло», да ничего вас не накрыло, вы сами себя начинаете пугать. Вот можно показать, вот мы сегодня это будем делать, да, как вы сами себя пугаете, как вы сами себя тревожите, как вы сами не видите выходов, как вы сами окрашиваете всё как пиздец, как нерешаемое. А потом можно показать, как можно относиться к этой же самой ситуации, где всё это не так уж и нерешаемо, где можно вот так, а можно вот так, а можно вот так, а действительно ли, а если вспомнить вот это, а если посмотреть фактом в глаза, и нет тревоги, и нет депрессии. И остаётся только применить одну простую вещь, что ты выбираешь. Но большинство людей здесь будут давать очень сложную позицию. Знаете почему? Вот кто на этом курсе был на шестом сезоне, тот знает, о чём я сейчас говорю. Особенно касается десятого занятия. Кто был на десятом занятии, что сезон, есть такие? Что, да, что выбирать переключалку, слушайте, прикольно, из всего седьмого сезона только один с шестого, двое. Это все, получается, новички практически, представляете? Клёво. Выбирать, депрессировать или тревожить себя, или пугать, паниковать, или не депрессировать и не пугать, это требует очень серьёзного ресурсного состояния. То есть, человеку энергетически проще себя депрессировать. Все понимают, о чём я говорю, восклицательный знак или руку, восклицательный знак. С руками всё. Человеку проще себя пугать. Ему проще говорить, это инфаркт, это смерть, ничего не получится. Ему проще энергетически потенциально, так устроена психика. То есть, ну просто же не встать с кровати. Сколько требуется энергии, чтобы не встать с кровати? Ну, просто чтобы вы поняли, о чём я говорю. Сколько требуется килокалорий, чтобы открыть глаза, сказать, ну его нахуй, я никуда не пойду? Ноль. Ноль килокалорий для головного мозга требуется для того, чтобы сказать, я никуда не пойду. А вот чтобы сказать, нет, мне это надо, да, мне будет некомфортно, но я всё-таки встану и пойду, и встать, и пойти, для этого требуется усилие. Вот на это усилие требуется ресурс. Все поняли, что такое ресурс? Кто понял, что такое ресурс? Ресурс вам помогает мыслить рационально и действовать. Без этого у вас будет автоматом течь депрессивное и тревожное мышление. И как бы вы не долбили когнитивку, а вы просто-напросто будете толкаться по автомату. Молодцы. Я такой сложный заход к началу техники хочу, чтобы вы просто поняли, о чём вообще этот курс и о чём вообще ваши неврозы. Я надеюсь, вы понимаете, о чём они. Поэтому, ребятки-котятки, то, что вы либо первый, либо второй случай, ещё не ставит на вас ни клеймо, вам просто придётся брать на себя ответственность. Какой у тебя выбор? Например, мы вот в прошлый раз говорили об ОКР, на этом примере мне подарили. Я люблю кабинет такой, красивый такой. Люблю античности, всякие вот эти заморочки. Вот что вы выбирать будете? Вот это депрессивное мышление или мышление тревожное, где вы будете сомневаться в своём здоровье, где вы будете думать о том, что у вас инфаркт, инсульт, давление, рак, херак, там, я не знаю, что вас бросят, вы никого не найдёте, вы никому не нужны, вы не справитесь, вы упадёте, все посмеются, все будут вас ненавидеть и бросят вас. Вот это вот всё говно, это вот одна ваша часть. Это стиль мышления, который приводит вас к говну. А есть другой вариант. Было бы неплохо, если бы я всем понравился, но я понимаю, что это ничего не значит. И, конечно, может быть неприятно, но это всё преодолимо. Ничего страшного в этом нет, это никак меня не характеризует. Да, я буду стараться ошибаться, это хороший опыт. Да, возможно, не получится. На-на-на-на-на-на-на-на-на-на. И это приводит вас к ресурсному состоянию и новому в жизни. Что вы выберете, этим и занимается когнитивная терапия. Но проблема в том, что вы сейчас находитесь у меня вот в таком состоянии. У вас чего нету, котята? У вас чего нету? У вас сейчас только вот это. Как вы себя пугаете, ничего не получится, я не справлюсь, я дерьмо. На-на-на-на-на-на-на-на-на. У вас нет ресурса, это уж точно у многих. Но ещё у вас нету альтернативы. Верно, Алекс? У вас нету альтернативы, между чем выбирать. Все понимают, о чём я говорю? Догоняете? То есть, помните, я начинал сегодняшнее занятие? Чтобы что-то починить, надо понять, как это работает. Поэтому, когда мы будем заниматься когнитивной терапией, мы будем учиться формулировать из вот этого сначала альтернативу. У вас будет сохраняться, естественным образом, старое дерьмовое отношение к обстоятельствам. Предвзятое, необъективное, тревожное, неконструктивное, депрессивное. Но между с этим у вас уже будет попытка эту же ситуацию понять по-другому. И большую часть этого курса до конца года мы с вами будем заниматься формированием альтернативы. Поняли? И когда вы сможете сформулировать альтернативу, у вас уже к десятому занятию будет сформирован вот такой рычажок. Ну, у тех, кто будет заниматься, окей? Потому что, ребят, смотрите, чтобы сформировать вот эту альтернативу, потребуется усилие. То есть, просто так она вот откуда ни поесть, не появится. То есть, если вы не будете выполнять определенные задания, определенные упражнения, у вас эта альтернатива даже не выстроится. То есть, первым шагом терапии когнитивной – это научиться видеть и формировать эту альтернативу. А вторым шагом – научиться выбирать эту здоровую альтернативу. Понимаете, о чем я говорю? То есть, вы не сможете выбрать сразу рациональное мышление, потому что оно у вас, а, не сформировано. Сначала надо сформировать. Поэтому тут пациенты тоже спотыкаются на разных этапах. Мы об этом тоже будем много говорить. Но для начала надо понять вообще, как эта здоровая альтернатива выглядит. Из чего она состоит. Да? Как она выглядит. А уже потом, когда у вас будет два четких понимания – налево пойду, коня потеряю, направо пойдешь, здоровье найдешь. Если вы мне скажете, я пошел потерять коня, или вы мне скажете, я решил себя потревожить, я решил себя подепрессировать, я скажу, ну, молодец. Ну, нахрена ты это выбрал? Ну, вот у меня как-то так пошло само, потащило меня, вот я стал себя пугать, я стал себя тревожить, я стал себя вот как-то вот так думать. Я говорю, ну, ты же знаешь, как здесь можно было думать, ну, более рационально и житейски. Ну, например, если у тебя по факту нет ашемической болезни сердца, и по факту у тебя нет проблемы с сердцем, зачем фантазировать себе историю, что вдруг что-то с сердцем? Почему ты не хочешь выбирать, придерживаться фактов, например? Я выбрал не придерживаться фактов, я выбрал не придерживаться рациональности, потому что вот так проще. Например, термином «а вдруг». Очень удобно, правда? Вы прошли многочисленные исследования, у вас все хорошо, но можно пойти в рациональное мышление с вами «а вдруг все-таки». Это та же самая нелепость, когда вы говорите «а вдруг все-таки кирпич упадет мне на голову?» Чего ты не выходишь из дома, а вдруг кирпич на голову упадет? Что вы скажете такому пациенту? Его сначала попытаетесь его привести к тому, что кирпичи не падают, давай посмотрим. Вы его выведите за руку на улицу, да? Скажете, ну, видите, мне кирпич не падает, тебе не падает, выходи каждый день. Он потом к вам придет через неделю, вы скажете, что, выходил каждый день? Он скажет, выходил. Вы спросите, кирпич падал? Он скажет, нет. Вы скажете, ну, что это доказывает? Он говорит, доказывает, что кирпич за неделю не упал. Он говорит, ну, вы говорите, ну, хорошо, завтра пойдешь? Он говорит, нет, не пойдут, потому что а вдруг завтра упадет. Вот неделя не падала, а завтра упадет. Что вы скажете такому пациенту? Ну просто поставьте себя на место терапевта Вот вы его неделю водили Заставляли выходить, кирпичи не падали Он говорит, да, не падали Просто мне повезло эту неделю А вот попозже упадет Что вы такому пациенту скажете? Все узнали себя сейчас? Это же про вас Вам показали обследование Вам показали упражнения Вы все это доказали, что это безопасно Ну кто это делал, во всяком случае? Вы проживали панику Вы ходили, вы никто не умер Но вы говорите, а вдруг все-таки будет? Это та же самая история с кирпичом Один в один И тут в следующем Да можно всю неделю стоять Понимаешь, если пациент Уперся в историю Что неделю не падало А вот потом упадет Вы ничего с ним не сделаете Вы можете еще две недели с ним ходить И он увидит, что кирпич не падает Он скажет, ну Просто он не падает Потому что мне повезло Что вы ему скажете? Дебильный пациент? Нет Мы ему скажем, что Окей, хорошо Мы тебе показали, что кирпичи не падают Мы не знаем никого, кому упали кирпичи на голову Так? Мы не знаем никого, кому кирпичи упали Ты ходил со мной три недели, кирпичи не падали Как бы ты не боялся Кирпичи на голову не падали Если ты будешь выбирать, что все-таки кирпич упадет на голову Ты подписываешься сейчас под документом Что ты сохраняешь такое невротическое состояние И я снимаю себя ответственность за твою терапию в принципе Потому что ты сам Противоречишь Своему желанию жить нормально Потому что здоровый бы человек сказал, как? Я доказал себе, что кирпичи не падают И я не знаю никого, кому они упали на голову Я теоретически понимаю, что могут упасть кирпичи Когда-нибудь, где-нибудь, кому-нибудь на голову Включая меня Но я прекрасно понимаю, что этот кирпич может упасть на голову в 90 лет А может в 83 А может быть в 95 А может быть в 60 Я не знаю, когда он упадет мне на голову, да? Но я хочу прожить этот отрезок жизни До падения кирпича на голову Качественно, хорошо и весело Чтобы потом, когда он мне на голову упал Я прилетел на небо И мне хотя бы было что рассказать Потому что если я как мудак Просижу до 88 лет И мне кирпич упадет все-таки на голову во сне в 90 Я прилечу на небо И буду рассказывать, что я последние 40 лет прожил дома как мудак Потому что мне кирпич должен был упасть на голову Хотите вы так выбирать жить? Это ваше право Но мне кажется, многие из вас хотели бы Вот этот отрезок От рождения до кирпича на голову Прожить как-то поинтересно Чтобы потом было что рассказать И ждал кирпича Безусловно Представляете, что ему ангелы скажут на небе? Скажут Мы кирпич тебе запланировали в 90 лет Мы запланировали тебе долбоеб кирпич 90 лет от инсульта дома Под одеялом Ты как долбоеб 90 лет сидел дома Ожидая этого кирпича Ты не реализовал это Ты не посмотрел это Ты не полетел туда Ты не сделал этого Ты не сделал того Ты что вытворил, блядь, с твоим отрезком Просто потому, что ты думал, что кирпич упадет тебе на голову Даже если он будет думать об этом каждый день Он не упадет Он до 90 лет просидит И кирпич ему прилетит тогда Когда случатся на это другие обстоятельства Понимаете, что вы творите? Мотивирует? Я хотел, чтобы вы все поняли, чем вы занялись Это касается тревожнофобических невротиков Мы не знаем, когда вам прилетит кирпич на голову Мы знаем точно, что он не висит над вашей головой Это я точно знаю Потому что вы прошли обследование Кирпич висит над головой Вот у меня здесь недалеко от поселка есть хоспис И вот там кирпич буквально висит Вот прям конкретно Его можно даже потрогать, этот кирпич И им сказали Этот кирпич 100% висит Вот он, видишь, вижу И он 100% упадет в течение трех месяцев Как тогда вы себя будете чувствовать? У вас появится столько сил успеть сделать, пока он не упадет А в вашем случае Просто у вас сил уже не будет А вот в вашем случае У вас кирпича не маячит даже на горизонте Даже в зачатках кирпича Но вы сами обнуляете всю свою возможность К развитию, к пробы нового К решениям, к интересным вещам К людям, событиям Просто потому, что у вас есть идея Что он все-таки прилетит Понимаете, что вы творите? Вот я хочу, чтобы вы это запомнили Все раз и навсегда И никогда больше Не думали о том, что кирпич прилетит Он прилетит Но не от невроза И не от ваших сомнений Кому-то он прилетит, потому что Пьяный долбоебный в него влетит на встречке Кому-то он прилетит, потому что В старости что-то случится Кому-то он прилетит, потому что Он будет призван в армию Кому-то он прилетит по несчастному случаю Совершенно других обстоятельств Мы не знаем Но мы знаем, что он прилетит Но уж точно не от ваших сомнений И не от вашего невроза И я хочу, чтобы вы задумались об этом На что и как вы тратите свое время До этого кирпича реального Спасибо за внимание Мы продолжаем и начинаем когнитивно-поведенческую психотерапию Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...